нашел свой старенький iphone 8 запалившийся в тумбочке лежавший уже как два года поскольку пользуюсь двенадцатым айфоном и подумал почему бы не поставить 16 иус проверить насколько он будет функциональный в общем по установке все просто все как обычно заходим в основное и устанавливаем новую прошивку пока прошивка качается приблизительно у меня это заняло 23 часа у меня слабый интернет дома но у вас будет быстрее после того как скачаете прошивку идет установка на установку может потребоваться некоторое время я видео промотаю чтобы не мучить вас ожиданиями дальнейшими потому что установка приложения может занять некоторую часть времени после всех установок и загрузки операционной системы это тоже может занять некоторую часть времени он может несколько раз перезагружаться но вы не пугайтесь должно все пройти удачно в roadmap все стоят но и все будет значительно это как раз так наверно кто ответил потому что что вы уже знаете соприкасства все быстрее И вот пришел первый запуск операционной системы ИЛОС-16. Нас выкидывают на главный экран, где мы должны ввести свой пароль. Вводим свой пароль. После чего у нас всплывающее окно, где мы подтверждаем. Дальше. Можете в дальнейшем просто пропустить. В дальнейшем можете разобраться. Пропускаем. Все. У нас рабочий стол готов. Пробуем. Первое окно у нас всплывающее. Что-то у нас просит на передачу данных. Мы запрещаем. Еще раз всплывает сообщение похожее. Тоже его закрываем. Внимательно все читаем, для того, чтобы наши данные никуда не передались. Первое впечатление довольно-таки неплохо. Появился новый рабочий стол у нас, где мы можем создавать темы свои и также менять обложку. Функционал побольше будет, нежели предыдущих версий. Посмотрим, что у нас по камере. По камере у нас добавилась 4К видеосъемка. Сейчас перейдем в меню и посмотрим, как это все настраивается, поскольку на предыдущем вроде этого всего не было. Но я уже забыл. Два года телефон не брал. На 12-м точно есть 4К. 25 кадров в секунду и 30 тоже. Посмотрим здесь. По рабочему столу у нас очень большой выбор тем разных, где можем поиграться. Практически как на Android у нас уже. В этом iPhone, конечно, себя показал с хорошей стороны. И дал новую жизнь iPhone 8. Я даже и не знаю, может, я сейчас свой 12-й положу на полочку, тоже будет пылиться, пока себе 14-й не возьму. А восьмерка, она, конечно, хорошо выглядит с этими новыми темами. Ну, молодцы, что можно сказать. Умеет обыграть. Большое количество виджетов, с которыми можно поразбираться, попробовать, что тебе надо, поставить то, что не надо убрать. Ну, конечно, рабочий стол мне уже нравится. Ну и по функционалу, в принципе, не подтормаживает система, быстро все переключается. Так что, как видите, iPhone 8, в принципе, без проблем, поддерживает 16-я iOS. Не тормозит. Все работает отлично. Устанавливайте, не бойтесь. Все будет гуд. Еще немного пробегусь по камере. Значит, камера по настройкам. Открываем, смотрим. Вот, есть у нас 4К 60 кадров в секунду. Ну, вроде увеличили, добавили. Потому что у меня такие же показатели на 12-м iPhone, а на 8-м, в принципе, я, насколько помню, этого не было. Ну, здесь, конечно, не хватает несколько еще ползвонков, которые есть на 12-м. Ну, это уже круто, то, что у нас качество картинки будет на высшем уровне, даже с 8-м iPhone.